В эфире национального канала Проспект Весна, где ежедневно мы рассказываем вам о новинках и самых разных сферах деятельности. Сегодня мы узнаем, где делают самые полезные стейки и производят качественную чистую питьевую воду. Здравствуйте, мы начинаем. Не так давно в Якутске появилось сообщество под названием «Еда. Да». Главная суть сообщества в том, что все желающие собираются ужинать в разных местах. Таким образом, люди проводят свой культурный досуг, находят себе близких по духу, общаются и делятся идеями. Ребята придерживаются ЗОЖ, экологии – это цветы и деревья, а также вегетарианство. На ужинах всегда есть выбор между с мясом и без. Таким образом, за плечами сообщества ужины и пикники на крыше, на пляже, в лесу и даже на детской площадке с домашним мороженым. Каждое собрание проходит под определенной тематикой. К примеру, впервые «Еда. Да» выбрала все зеленое, начиная с еды с максимально зеленым цветом, заканчивая одеждой. В ближайшее время ребята, организаторы планируют провести небольшой фестиваль уличной еды. Ну, наверняка организаторы данного сообщества не знают, что отличным вариантом для проведения такого фестиваля, ну или хотя бы одного из ужинов, будет клуб-кафе «Мясо есть». Сегодня в нашей студии администратор данного клуба Яна Павлова. Здравствуйте, Яна. Расскажите нам историю, как давно вы открылись. Мы недавно открылись, в прошлом году, это было в августе. Но для молодого кафе у нас уже есть постоянные гости. Так. В чем заключается главная концепция вашего заведения? Основной концепцией являются, конечно же, качественные блюда, продукты и бережное отношение к ним. Мы привередливо относимся к выбору поставщиков, также очень тщательно вырабатываем, ну то есть отрабатываем наше меню. Чем вы отличаетесь от других твоих дел? Да. Мы не любим, ой, мы не боимся экспериментировать, а также пытаемся производить продукты, собственно, приготовлением, таких как розбив, буженина, десерты абсолютно все, соуса и хлебобулочные изделия. Нашей фишкой является это чесночное масло, комплимент от нашего шеф-повара. О, как ты. Да. И, конечно же, наша термообработка мяса в сувите. Сувит в России еще не прижился, но есть большие перспективы. Что значит сувит? Сувит – это обработка мяса. Ну, у нас в Якутске многие боятся сырого мяса, особенно говядины, баранины. С кровью, да? Да, с кровью. Так как они проходят термообработку, вообще белок сворачивается при 40 градусах и выше. У нас обрабатывается при температуре 60 градусов в течение двух часов, но мясо остается таким же свежим, сочным и укругим. Угу. Ну, с каким мясом вы работаете? Это только отечественное производство или привозное? Мы работаем с отечественными поставщиками, таких как Prime Beef. За несколько лет они уже как бы стабильно стали на рынок своим качеством и качественным мясом. Также мы работаем с местными производителями. Это как оленина, жеребятина. Ну, многие якутские люди любят стейки из оленины, из говядины. Они могут и есть в сыром виде, и также и в сильно прожаренном. Но из-за границы мы везем сыры, пасту и артишоки. А, то есть за границей все-таки так или иначе сотрудничаете, да? Ага. А помимо мяса можно ли встретить в вашем меню рыбу, морепродукты, к примеру? Ну, наше кафе как бы уже идет с названием «Мясо есть», но мы хотим угодить и другим гостям. У нас как бы рыбное меню не такое богатое, как мясное. Ага. Но у нас есть стейки из семги, из филе тунца. Ну, сейчас это является фаворитом среди рыбы. Он как бы не отличается, ну, не отстает от мяса из говядины, то есть про филе тунца. Да. Но когда люди пробуют, они иногда не могут определить, что это говядина или же все-таки рыба. Угу. Да. Вот. Ну, несмотря вот на говорящее название «Мясо есть», да, как часто приходится объяснять вашим клиентам, вот, по названию вашего клуба-кафе? Бывает частенько, потому что некоторые даже путают с продуктовым магазином, то, что тут у нас продается мясо. И туда заходят, да? Да. И туда попали. Да. Ну, как бы гости, изучив меню, сразу понимают, что не зря мы называем себя «Мясо есть». У нас мясные блюда, не только, ну, у нас же направление-то стейки, но и помимо стейков у нас есть и салаты, пасты, гарниры. Угу. Это двух, как бы, многие спрашивают, почему именно мясо есть, как понимать, то, что у вас здесь мясо есть, или же все-таки мясо надо здесь есть. Ну, каждый понимает по-своему, это уже на выбор гостя, как он считает правильным. Угу. Наиболее популярные, вот вы затронули про меню, да, наиболее популярные позиции вашего меню, что это? Наши гости, когда приходят к нам, уже понимают, что они будут кушать. Если они не хотят портить именно сочность, мягкость, упругость и нежность мяса, они выбирают классический рыбай. Рыбай, как и для всех известно, он проложен тонкими и сочными пожилками жира, что дает более, большую мраморность, чем в других кусках мяса. Ну, что хвалят гостей больше всего? Ну, у нас нет таких сильно фаворитов блюд. Каждый гость выбирает свой стейк. У нас даже есть надпись «Выбери свой стейк». То есть это зависит от, как бы, если человек хочет сам сильно мраморное мясо, либо же просто кусок мяса, то они выбирают, которые они хотят. Ну, наверняка, помимо вот сладкого, сочного меню, да, стейков и так далее, людей, ваших гостей привлекает еще и наверняка приветливый персонал. Как он подбирается? Наверняка какие-то особые требования, да? Да, у нас каждому персоналу есть свои критерии. Поварами занимается наш шеф-повар, он у нас квалифицированный специалист. У него есть свои критерии. Каждый персонал, то есть, допустим, повара, проходит свою аттестацию. Также и в зале. В зале занимаюсь я. Они проходят обучение, тренинги. И после каждого месяца они проходят аттестацию. То есть мы смотрим, где у них слабина и где у них есть больше преимущества. То есть идет обмен информацией. То есть и я им что-то советую, и они могут что-нибудь посоветовать своим коллегам. Здорово. А на кого рассчитано ваше заведение? Какой контингент? Ну, наше заведение такое, ну, как под названием у нас клуб-кафе. Клуб не для танцев, а именно для любителей мяса. Основываясь на этом, часто к нам приходят люди с семьей. Также на деловые разговоры. То есть это место спокойное. И музыка играет тоже спокойное. Джаз, а по выходным даже играет живая музыка. Ух ты! Даже можно развлечься, да? Ага. Хорошо. Спасибо, Яна. Весна. Обязательно посетим клуб-кафе «Мясо есть». Очень заинтриговали нас своими разговорами о жареных стейках, да? О стейках на гриле. Обязательно придем к вам в гости в эти выходные. Ну, а весна – это такая пора, когда многие начинают задумываться, приводить себя в хорошую физическую форму. Помимо занятий физическими упражнениями, нужно следить, конечно же, еще и за своим питанием. Многие думают, что скорее скинуть лишние килограммы. Для этого, чтобы скинуть лишние килограммы, нужно отказаться от мяса. Чего совершенно не рекомендуют медики. Совсем отказываться от мяса, конечно же, не стоит. Достаточно лишь знать, какое мясо употребляете, в каких количествах. Более подробно об этом нам расскажет наша гостья. Рада представить вам Елену Халимовну Лемешко, врача-диетолога-эндокринолога, кандидата медицинских наук. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Так, нужно ли сокращать в своем рационе при сбрасывании лишнего веса? Рацион? Мясо в своем рационе. Значит, мясо – это высококачественный продукт, который содержит полноценный белок, незаменимые аминокислоты, витамины группы В и легко усвояемое железо. Значит, весна, пора обновлений, и все девушки, женщины стремятся привести свою фигуру в порядок. От мяса отказываться им, конечно же, не стоит, да, так как научно доказано, проведено много исследований, опытным путем. Значит, высоко белковые диеты, они лучше работают, то есть на них гораздо лучше мы скидываем вес. Поэтому весной при снижении веса от мяса мы не отказываемся, но здесь нужно знать, какое нужно мясо кушать. Какое? Значит, диетическим видом мяса относятся кролик, индейка, курица, да, то есть это белые сорта мяса, нежирная говядина, телятина, оленина, свинина, баранина, то есть это жирное мясо, но к диетическим сортам не относятся. То есть категорически его не стоит... Нежелательно, да, в процессе снижения веса мы должны все-таки употреблять диетические виды сорта мяса. Есть ли какие-то нормы потребления, употребления мяса, вот сколько необходимо человеку в день есть его? Да, существуют нормы потребности для взрослого человека, это где-то 150-200 грамм в день. Так, а для ребенка? Для ребенка, ну, примерно 100-150 грамм, да, в день. А в каком виде лучше употреблять мясо? Да, то есть лучше, конечно, кулинарная обработка при соблюдении диеты, да, то есть это отваривание, запекание, либо тушение. То есть когда мы, тем более, когда мы снижаем вес, да, то мясо лучше, конечно, не жарить, так как оно пропитывается маслом и повышается калорийность блюда. Есть ли какое-то определенное время суток, когда нужно употреблять мясо? Значит, мясо мы можем есть на завтрак, и на обед, и на ужин, так как мясо дает нам надолго чувство сытости. То есть, в принципе, в течение дня мы можем есть мясо. А можно ли его вот сочетать с какими-то гарнирами, либо вот гарниры бывают, что отдельно готовятся, да, как лучше, как полезнее все это вместе дело заедать? Да, если это касается снижения веса, да, то, конечно, на завтрак и на обед мы можем позволить себе углеводистые гарниры, да, то есть это крупы, макароны, а на ужин, конечно, лучше сочетать с овощами. Ага, так. А что насчет возраста? Говорят, что с возрастом, да, лучше меньше есть мясо. Правда ли это? Да, на самом деле это так. То есть, людям старше 40 лет рекомендована молочно-растительная диета. От мяса мы не отказываемся, мясо мы рекомендуем употреблять два раза в неделю. С чем это связано? Так как после 40 лет у нас получается человеку жест. Елена, мы продолжим с вами обязательно наш интересный разговор после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Здравствуйте! На нашем проспекте «Весна» мы продолжаем разговор с диетологом-эндокринологом Еленой Халимовной Лемешко. Елена, мы остановились на вопросе, правда ли, что с возрастом нужно сокращать употребление мяса? Да, это так. То есть, после 40 лет рекомендуют переходить на молочно-растительную диету. Мясо мы не исключаем, оставляем два раза в неделю. Это связано с тем, что старше 40 лет уже человек накапливает склонность, имеет склонность или сопутствующие имеют заболевания, такие как атеросклероз, артериальная гипертензия. А при данных заболеваниях необходимо ограничивать поступление насыщенных жиров. В связи с этим мы стараемся мясо, конечно, рекомендуем ограничивать питание. Что ж, я думаю, вы со мной точно согласитесь, в любом полезном рационе необходимо потреблять и нужное количество жидкости, правда? Да, конечно. Это должна быть чистая вода? Конечно, несомненно. Ни для кого не секрет, что вода, человеческий организм состоит на две трети из воды. И для того, чтобы все обменные процессы протекали в нормальных условиях, нам необходима чистая вода. Так, в каких количествах? Да, существуют нормы потребности жидкости. В среднем это составляет где-то 2 литра. Есть формулы, по которым мы можем рассчитать индивидуально для каждого человека, сколько воды ему нужно пить в день. Значит, это 30 мл мы умножаем на идеальную массу тела, которую мы можем рассчитать по формуле рост минус 100. В среднем где-то приходится, получается 1 литр 800-2,5 литра. К сожалению, в последнее время имеется такая тенденция, что при снижении веса рекомендуют пить неограниченное количество жидкости, что может быть опасно. То есть есть такое понятие, как водная интоксикация организма. При неограниченном потреблении жидкости создается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на почки, и у человека могут быть проблемы со здоровьем. Поэтому все должно быть в меру, а чистая вода – это, конечно, залог нашего здоровья. Несомненно. Спасибо, Елена Халимовна, за такие практичные и интересные рекомендации и советы. Всегда необходимо слышать комментарий специалиста. Все мы должны действительно пить чистую воду, но как узнать, что вода действительно прошла необходимую обработку? Особенно актуальным этот вопрос считается сейчас, во время весеннего паводка. Все, что касается чистой воды, несомненно, знает наш гость. Я рада представить вам, Ирили Кодиаконова, директора цеха по производству бутилированной воды «Ледник». Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирили. Но всем якутянам, пожалуй, известен завод, который много-много лет работал. Это завод «Булуз». Да? Это ваше дело? Да, да. Расскажите, в чем секрет успеха вашего? Если посмотреть в историю, то... Ну и даже тут, если посмотреть, «Ледник» — это по-русски «Ледник», а по-якутски он называется «Булуз». И «Булуз» — это, считай, было в 1998 году. Это с этих пор я стал директором «Булуза». И с тех пор, с 1998 года, это уже скоро будет 20 лет, вода уже как бы стала смыслом моей жизни. Здорово. Можно так сказать. И вода... С тех пор я работаю с водой, почти все о ней знаю, потому что знаю всех производителей, кто выпускает воду. Но 5 лет уже непосредственно леднику, да? Да, 5 лет. Я то, что расскажу, вот 20 лет я занимаюсь как бы монтажом, производством оборудования по очистке воды. Это 20 лет. Соответственно, раз занимаешься монтажом, очисткой воды, как это, не заняться очисткой воды и бутулированием ее, производить воду. И, соответственно, 5 лет назад я открыл фирму «Ледник», и мы под этим названием начали разливать воду. Это было 5 лет назад, да. Уже целых 5 лет прошло, да? А сегодня существуют новые технологии по очистке воды, да? Расскажите нам, что это за технологии? Ну, мы сейчас вот в своей воде, да, используем передовую такую мировую технологию, это озонирование воды. Озонирование воды, это что означает-то? Оно означает, во-первых, оно убивает все существующие микробы. Микробы, да. Все инфекции убивает. Все вирусы убивает. Убивает все паразита. Убивает. И вот здесь, вот посмотрите, я тут стоял там полчаса всего, да, и у меня почти всю воду выпили. И смотрите, она какая прозрачная какая. Да, да, и она цветность дает, она отдает чуть-чуть голубоватый, может быть, оттенок. Это дает, передает озон. Ага, ага. А что значит вот озонирование? Ну, озонирование – это если все берется с природы. Природа сама, в природе есть такой процесс озонирования тоже, да. Вот, например, если, приведу пример, если вы вышли после дождя, да, летом вышли на улицу, и все начинает, как бы, влага эта начинает парить, и вы уже чувствуете, что какую-то свежесть, какую-то чистоту. Ага. И вот это вот ощущение, может даже вот то, что, даже говорим, вот весной, да, весной пахнет, да, весна сама по себе пахнет, так? А это же все то, что солнце начинает нагревать снег, снег начинает, как бы, таять и превращаться в пары. И пары, и пары эти, как бы, смешиваясь с кислородом, образуют озон. И вот этот вот запах какой-то свежести, или даже тоже очень простой пример – вы стираете белье. Конечно, все стирают белье. Да, вот стираете белье, зимой их постирали, вытащили, повесили на улицу, зимой занесли в дом, помещение свое, и оно начало, как бы, сушиться, и дом, помещение – это все, да. Да, и запах удивительный, и, соответственно, оно и выбивает и вирусы, запах чистоты, запах свежести. И вот это вот то, что, и вот это вот озонирование, как бы, сейчас много производителей, да, бутылированной воды, но в нашем городе мы так насчитали чуть ли не их 40 предприятий, которые, ну, начиная с пунктов выдачи воды, в которые приходишь, сам с бутылкой приходят люди, там, платят деньги, или, там, закидывают деньги, и сама она наливает. Вот этих вот 40 предприятий. Что нас отличает от этих предприятий? То, что мы, ну, впервые, да, ввели озонирование, и мы уже на 100%, на 200% даже, уже гарантированы, что у нас вода будет очищена от микроорганизма, и никто нашей водой, как бы, не отравится. Ну, нам известно, что недавно, буквально, да, вы вернулись с дегустационного конкурса и взяли золотую медаль, да? Да, да, это итог нашей пятилетней работы. Мы как раз вот там ее видим. Да, мы как раз ее знаем. Расскажите, что там было, как оценивалось. Это итог, да, нашей пятилетней работы. Мы, был форум в марте месяце этого года, форум производителей бутылированной воды, организатором был союз производителей бутылированной воды. В нее входит около 100 предприятий со всей России, ну, и стран зарубежья тоже входит туда, СНГ. И в рамках этого форума производился конкурс по питьевому воду, по дегустационному, дегустационный конкурс. И в этом конкурсе мы заняли, да, тоже первое место, золотую медаль. Вы лучшие, да? Да, мы... И это доказали. Мы стремимся к этому, да. И мы хотим быть, как бы, честными к своему клиенту, да, который нам уже поверил. И пользуясь случаем, я хочу сказать, что мы выражаем свою, как бы, благодарность нашим клиентам, которые доверяют нас, которые верят в нас. И мы, в свою очередь, как бы, будем поднимать качество нашей воды и поднимать ее на высший уровень. И, ну, и, соответственно, поднимать качество услуги. Тоже воду-то производить одну, а ее еще доставить надо. Конечно. И люди звонят, говорят, вот, возмущаются, сколько, почему так долго везут, то, так. И, соответственно, тоже будем повышать, в этом направлении тоже будем работать. Ага, тоже будут вестись работы, да? Да, конечно. Ага. Ирилик, известно, что ваша компания состоит в Якутской ассоциации производства воды. Вот что это значит? Ну, в ассоциацию производителей воды, она начала работать, ну, 4 года назад примерно. И в нее входят основные все производители, которые, которые, большие такие производители, которые работают на рынке города Якутска. Девять предприятий, в том числе и наша вода, питьевая, ледник. Ну, цель и задача ассоциации в том, чтобы продвигать, как бы, продвигать качество воды. Не то, что, может быть, кто-то скажет, что это, как бы, борьба с конкурентами, то, да, все. Но мы хотим, чтобы пусть даже те, кто только начал, да, они все-все сдают все анализы свои, все договора, все заключения у них есть, все документы есть. Они могут к нам зайти, войти в нашу ассоциацию, да. Нам еще известно, что вы также активно сотрудничаете с дошкольными, с какими-то организациями социальными, да, по установке оборудования. Да, мы, как я сказал, да, мы очень много едем по всей республике нашей, по всей республике и устанавливаем оборудование. По социальным объектам очень много детских садов, школы. Ну, а я с вами прощаюсь, увидимся на нашем канале на проспекте весна и передаю слово своей коллеге Ольге Пуховой. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!